Привет, дети ночи! Вы на канале Vampire Vlog, и сегодня у нас с тобой особенный день. Особенный день, потому что мы с тобой будем наслаждаться, пропитываться энергией злобы, жестокости и... Блокухи! Детухи под названием Ghost Main Anti-Icon. Это новый альбом, который вышел 21 октября, и мы с тобой его смотрим сегодня, сейчас и в это время суток, да. Все луны, вся луна, темные тьмы, все соединились, чтобы мы с тобой все это прослушали. А у него, это так, да, выложен одним видео, и мы с тобой будем смотреть, переключать. Я надеюсь, я буду успевать, потому что, знаешь, обычно я смотрю какие-то реакции на альбом, когда делаем, да, у них отдельные песни, их можно стыкнуть, а тот надо будет успеть. И мы сегодня с тобой даже по-особенному нарядились, да, я особенно нарядилась, потому что, ну, анти-айкон, да, нужно было даже показать тебе блэкарскую тематику по полной, да. Я надеюсь, тебе понравится мой сегодняшний опуск, ты мне напиши. Угу, тревожненько, но это только в начале. Слушай, это просто врата ада открываются для тебя, и оттуда выходит звук. Во, я ждала этого, я этого ждала. Тут такой прям вот тяжелый, медленный, знаешь, вот я бы сказала, что это немножечко дума здесь есть, потому что дум метал, он отличался как раз такой тяжелостью, такой вот тягучестью. И, давай пойдем дальше, я вас прощаюсь. Деститют у нас переводится нуждающийся, нуждающийся, обделенный чем-то, да, и тут нам подсказывают, что начало, такой opener, анти-айкона, так сказать, provides you, да, обеспечивает себя очень тяжелым темным звуком, который встретится на протяжении всего альбома. Окей, мы проверим, мы не будем верить на слово с тобой, да, и следующая песня называется Вагабуль. Вагабуль переводится, а, нищий бомж. Вагабуль переводится, а, нищий бомж. с этой песней уже... Сейчас будет пига просто. Блин, ты знаешь, что этот альбом, даже песня одна, знаешь, все понятно. Нас ждет с тобой увлекательные приключения просто в анти-айко. Анти-айко нас переводится анти-иконон, анти-стиль. Что-то такое анти, это хорошо. Сначала песня начинается по-другому, потом она вообще перескалькивается на это второй, потом становится завершенно третьей, и ты как бы, знаешь, думаю, сейчас будет оры, а там сместился стиль и ты такой спокойно отдыхаем. Потом внезапно оры включительно, и ты такой, а, точно, надо огнемиться. И я тут смотрю, да, на второй песне Эрик поет так про то, что он был очень разбит, расстроен после болезни своего отца, да, и именно это привело его к его, так сказать, пустоте внутренней, печали, тоске, и он таким образом высказывает тебе свои чувства, да, которые его, которые нельзя, в принципе, никак смыть, да, это написано Genius, на сайте Genius, Лёд. Окей, на самом деле здесь только одни эмоции говорят, потому что, знаешь, мне очень нравится, когда вот начинает вот это вот, я тебе повторю это так, примерно, ну ты понял, да, то есть он начинает верхами. Именно, past flow, мне подсказывает, спасибо, видишь, не всё ещё знаю. Очень даже у него получается здорово, да, ещё он потом переходит на а-ля Black, а-ля здравствуйте, я Black, очень приятно, и меняется полностью настроение, да. Здесь бы, знаешь, на самом деле я бы ещё сделала такой долгий обзор, да, я бы всё прочитала, потому что очень много всего интересного, но мы будем с тобой смотреть Genius, Genius, и делать свой выпуск. В этом месте клетки его топили, или как-то топили Вики Мауса. Я подсмотрела лазарет, лазарет, он пишет, что это был второй сингл, мы знаем, мы знаем, первый сингл был Anti-Icon Air, и лазарет, это итальянское слово, которое означает, так сказать, учреждение, в котором, в которых госпитализировали больных чумой, да, типа госпиталя, и чтобы изолировать их от других, чтобы избежать инфекции, от распространения, да, и эта песня говорит в основном про суицид, так как госпиталя чувствует, что он хочет вернуться к боли, да, не-не-не, он чувствует, как будто он возвращается к той боли, к той реально сильной боли, которая заставляет его буквально прыгнуть, прыгнуть под нож, да, тут написано Jump the gun, но я переведу прыгнуть под нож, застрелиться, да, и полностью эта вся суицидальная вещь кульминируется на его припеве, постприпеве, да, окей, и таки он же показывает, что он не хочет просыпаться, он хочет уснуть вечным сном, да, на самом деле, да, если даже сравнивать с клипом вот этот вот текст, вот это вот описание, да, то есть, там есть Микки Маус, мы с тобой уже знаем, что есть такой суицид Микки Маус, который ходит по интернету в свободном доступе, да, совершенно безопасен, как про него бы не писали, то, что он супер страшный, не верь, не верь, он бы не гулял по интернету просто так, да, типа его смотришь, он там давит на мозги, это да, давит на мозги, ты если впечатлительный, то впечатлишься в негативном свете, ну, есть легенда, что после просмотра этого видео ты бежишь суицидироваться, самоликвидироваться, да, и, может быть, он как-то связывает вот этот вот, вот эту вот страшилку, легенда, вот за своей песней, да, очень здорово, очень здорово, и Лазарето, Лазарето, оказывается, оно такое, будем знать, и он тут поет то, что я не знаю, где начать, я думаю, что я все-таки собираюсь отчалить, да, и этот позор, где же я скончаюсь, вот такие песни, которые прям реально тоже надо разбирать, и я люблю разбирать английские песни, знаешь, вот я люблю английский, я бы посидела прям, покоропилась, если ты хочешь, чтобы я выложила какой-нибудь отдельный ролик, где я уже разобранный текст, знаешь, такой обзор для тебя сделаю, все-таки мы с тобой реагируем, реакцию, мы смотрим, что первый раз, ну, я смотрю, да, у меня, наверное, там микрофон орет, ты же прости меня, дай мне знать, да, я прям разберу все, и расскажу тебе, что я думаю, а мы с тобой смотрим дальше, у нас с тобой песня называется Сакриледж, Сакриледж переводится святотатство, Много модноты, но это скоро кончится, брызжек должен быть тяжелый, должен, просто, знаешь, песня на все случаи жизни, знаешь, еще будет так, блэкер, который будет рад, знаешь, на самом деле, я бы тебе сказала, что здесь больше такого дэдкора, вот прям вот блэк метал, блин, там вот, знаешь, ну, вот как-то, знаешь, я не помню, я тебе сейчас не скажу, чем отличный блэк метал, хоть я и знаю, но вот что-то сейчас выпало, очень прям дэдкором прям бит, сильный, прям, как будто вот дэдкор, я уверена, я уверена, дэдкором прям пах, окей, а здесь, что здесь, очень интересный текст, очень интересный текст, я даже не знаю, за что зацепиться, да, вот, например, Бриджон поет, я сказала тебе, душ, когда я сказала, что я в порядке, да, а как это связать с святотатством, да, ну, вообще, как бы, вообще, блэк сфера, блэк тематика, которую Гостмен использует в своих песнях, замечательная, она, как бы, такая святотатская, на самом деле, тебе скажу, интересный факт, есть блэк метал, а есть анти-блэк метал, анти-блэк метал, это тоже чуваки, разрисовывается, а-ля, здравствуйте, я блэк, но поют не про оккультистские темы, а про вот как раз такие христианские, прикиньте, так, Иисус, Иисус, привет, мы верим в Бога, да, то есть, как бы, под тяжелый металл, разукрашенные эти суровые ребята, используют скрим, скрим, гроул, и пигу, пига это в другом, и поют про Бога, и даже блэк металлисты такие, они обвиняли таких, ребят говорили, ребят, вы предали наш жанр, вот предали и все, ну, это очень интересно, говорю же, здесь бы все хорошенько разобрать, да, потому что, так сход, так схода, получается, послушать только музыку, но и музыка тоже, она какая зарядная, зарядная, суперская, да, вот сейчас, сейчас, готовься, circle fit и без, circle bottle dead, и все, может, все, мне с чем весело, ты на смерти, кого-то там придавили уже, впереди, а я тут успела, на самом деле, даже текст почитать, перевести, и у меня появилась осознанная картинка, что здесь происходит, вообще, а здесь он говорит, никто, когда ты умрешь, никто даже не вспомнит, но, это не то, что я хотел сказать, да, и он говорит, никто из твоих любимых рэперов, никогда тебе не скажет правду, ты сделал ложь, 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 дно, я, призрак возле того окна, который собирается тебе сказать, что ты, чувак, умрешь, и я такой, анти-айкон, да, то есть, рэперы айкона, они говорят, все ок, а я говорю, все не ок, и он говорит, я слушаю, я провожу все свое время, прослушиваю чуваков, которые выпилились, да, если так сделать, покончили с собой, да, коммитетивый сайт, да, и я говорю, все время плачу, чтобы сметь кровищу, но здесь вот такая фишка, потому что я такой анти-айкон, я вот тебе расскажу жесткую страшную правду, напою тебе про смерть, кровь кишки, и так далее, но вот такие вот я буду, и такой вот я есть, вообще, на самом деле, я хочу тебе интересный фактор сказать, на концерте, вот у Гостмейна, я уверена, тоже такие вот вещи присутствуют, как Circle Pity, Wall of Death, да, вот это все, но, есть такая моднява группа, я не буду ее называть, но, на нее приходила, она раньше была жесткая, тяжелая, а потом решила стать моднявой, да, вот внезапно, вот представь себе, вот что-то такое она пела, а потом выпустила альбом, который модный, естественно, привлекла очень много детишек, молодых, которые любят попсу, и что произошло, произошла прекрасная вещь, пришли эти детишки, раскидали всех, вот этих вот блокарей, это круто, блокарей, допустим, да, и побежали в первый ряд, встали возле перегородочки, и стоят ждут, выходи, выходи, и в итоге блокари такие, ну, мы в серединке будем, причинать блокари, вышла из группы, начала играть, ну что, детки-то они стоят, им норм, а блокари у них же рефлекс, надо циркл питить, надо помашить, надо все такое, естественно, когда они мошат, ни в коем случае, я боюсь микрофон это задеть, вот, а когда они кто-то, циркл питит, мошат, происходит такое, знаешь, как волна, то есть ты как бы стоял здесь, а потом тебя оп, и откинуло на метров сто, да, естественно, детишек тоже откинуло на метров сто, правда, на перекладины, естественно, их там потом выносили, всех весело, очень много, да, потому что они сделали ошибку, точнее, они вообще, в принципе, не знали, и половину из них, просто они присутствуют на концерте, их вынесли на первую песню, А если вдруг Гост Мэйн решит после этого альбома выпустить что-то модненькое, надо всех предупреждать, знаешь, очень сложно, волосы, они прекрасные, только когда они за... не мешают, окей. Очень дальше, знаешь, такая песня, тоже, можно сказать, исповедь, потому что он нам исповедуется, что он сыт по горло, наркотой, враньем, fame, это у нас известность, да, причем известность, которая привлекает людей, которые его не понимают, которые его осуждают, говорят, ну что ты поешь всякую нечисть, пел лучше про бабочек и цветочек, и цветочки, бабочки и цветочки, и многие другие вещи, да, против наркоты, против такого, да, посмотрим, что он еще не выносит, да, фейклов, фейклов можно же, знаешь, по самому легкому пути спойти то, что, ну, типа с девушкой, но мы знаем, он женат, женат он очень успешно, на прекрасной, замечательной девушке, поминаю, с именем Поппи, мы Поппи, я Поппи уже посмотрела, спасибо, ты мне подсказала, я ее, оказывается, уже знала раньше, очень замечательно, да, кстати, помогала ему снимать клип на лазарет, да, вот такой вот, но фейклов бывает разный, да, вот люди, которые приходят, говорят, это я твой фанат, а потом такие, ааа, давай, встань спиной ко мне, я тебя воткну, воткну кинжал в спину, да, наркотики, это, ну, знаешь, классика жанра, мне кажется, рок, знаешь, вот, если ты включишь любой рок-фильм, фильм про рок-звезд, там обязательно будут все наркоманить жестко, и пить, и курить, я не знаю, почему, откуда такое пошло, я лично знаю многих успешных музыкантов, и лично читала про них биографии, некоторых лично, да, которые не занимаются этим, которые прекрасно себя чувствуют, и они очень жесткие, тяжелые ребята, так что, это клише, но видишь ли, если гастмен поет про это, значит, в этом что-то есть, в этом что-то есть, да, а что еще, put the gun to my brain, да, собираюсь в башке, в своей представить пистолет, тоже такие, привет, I'm a suicidal boy, не suicide, а suicidal boy, надоела эта драма, говорит он, драма это у нас, ну, драма, истерики, все вот эти вот скандалы, интриги, которые, возможно, вокруг него веют, да, то есть желтая пресса, может быть, тоже, да, мы же с тобой особо про него не читаем, газет, надо будет посмотреть обязательно его интервью, но, а это, да, все это надоело ему, известность, да, так как известность, у нее есть свои плюсы, свои плюсы и свои минусы, да, кто-то говорил, то, что известность, это то, когда тебя знают люди, которых ты не хочешь знать, вот такое, которых бы ты не хотела, в принципе, знать, но они тебя знают, да, и меня устала от того, что люди читают мое имя, как будто, ну, в каком-то другом виде, да, то есть как-то извращают меня, да, устала от всех этих бестолковых недопониманий меня, да, то есть я устала от того, что другие пытаются мне сказать, что да, я твой фанат, мы с тобой уже это разобрали, но на самом деле они поворачиваются спиной ко мне, и тупо меня динамит, да, избегает, ты думаешь, я просто высоко сижу со всем этим, но ты и разы не видишь, я живу в реальности, а не в фантазии, да, то есть, да, может, у меня миллионно-долларовый, коч, это у нас диван, миллион-долларовый, короче, что-то я живу в чем-то за миллион долларов, но на самом деле, когда-то, блин, я жил в обычном вене, да, мини-вене, в обычном, в обычной тачке, да, то есть вот так вот, другие видят, что он живет, так как в фантазии, но наш как, как показывает реальность практика, человек вообще, в принципе, он ко всему привыкает, да, да, вот, например, поставить нас с тобой, обычных ребят, в какой-нибудь миллионно-долларовый дом, говорят, сказать, живи, мы, конечно, порадуемся с тобой сначала, да, некоторые, да, не будем говорить про всех, не обязательно, порадуемся с тобой, ну, полгода будем радоваться, потом нам доест, скажут, фигня, вон у кого-то дом, еще круче, кто-то вообще на луне живет, да, это так работает вообще чаще всего, и люди увидят на него, смотрят, блин, он так круто живет, он козлин, знаешь, это такая зависть такая черная, потому что я тебе рассказываю, что есть зависть такая продуктивная, а есть непродуктивная, да, продуктивная зависть, это когда ты видишь, блин, гостмейн живет такая круто, надо что-то сделать, я тоже так хочу, да, надо, что с этим делать, я могу сделать, а сделать Б, сделать С, сделать Д, подождать, ну, вложить в это время, вложить в это силы, чему-то научиться, я к этому приду, да, главное идти без остановки, прям вот, как на пробой, а есть зависть непродуктивная, как говорить, ой, да ему там повезло, ой, да ему там что-то там помогли, это все фигня, ой, френь, лилпи протащил, чего? лилпи протащил, вот это непродуктивная зависть считается, да, то есть продуктивно зависть это хорошо, вообще эмоции многие их незаслуженно обвиняют, но, знаешь, если они есть, значит они зачем-то нужны, природа так их создала, да, есть чуть-чуть науки, да, госпейн наука, да, ну потому что песня такая, да, вот он с нами делится, вот такие у него переживания, да, он это не придумал сам, он хочет высказать, да, и музыка как раз она отражает это, да, то есть музыка такая депрессивная, тоскливая, не тоскливая, депрессивная, да, и здорово, он повторяет, я сыт по горло, сыт по горло, это все уже нет терпения, я уже не выношу этого, да, то есть я просыпаюсь с ощущением, что вот оно опять, и мне не хочется не просыпаться, а ночью мне не хочется ложиться спать, потому что я утром проснусь, и будет то же самое, да, вот такое вот состояние, это здорово, это здорово, то, что оно отразилось в песне, которую мы с тобой можем послушать, и наслать. Она еще, знаешь, такая над нормативной, но, да, эта песня из двух фраз, I hate myself, я себя ненавижу, it's getting cold, становится холодно, да, ветра, вообще ветер примен, у нас есть группа, которая спела такую песню, но мы подумаем с тобой о другом, да, песня депрессивная, печальная, да, и он ее повторяет сразу так тихо, что вообще еле-еле услышишь, без текста не разберешь, да, но зато I hate myself слышно хорошо, прям орет, агрессивно, да, то есть такой ненависть, ненависть, но, становится холодно, да, ветер, это когда холодно, есть какой-то не морской ветер, но, и как бы ветер, этот холодный ветер, принесет какие-то изменения, которые принесут что-то нехорошее, что-то, что ты ощущаешь как враждебное, негативное, приносящее что-то отрицательное, да, это по гостмейну я думаю, да, потому что музыка, да, сейчас как бы, музыка передает, что сейчас как бы мне, мне тоскливо, но будет еще хуже, да, и я это знаю, и единственное, мне только настраиваться негативно на это, да, либо ты умираешь, мне подсказывает, и становится холодно, тоже очень здорово, да, либо ты умираешь морально, тоже можно так сделать, здорово, здорово, очень атмосферно, атмосферно, да, долбанутый сэмпл, это хорошо, я тебе, короче, не Мерли Мэнсон, а Комби Крайста, если ты знаешь группу Комби Крайст, прям вот очень сильно напомнило, или Nine Inch Nails, да, что знает, ты у меня умный парень, ты разбираешься во многих сферах музыки, да, ты такой разносторонний, я точно в тебе уверена, песня мне напомнила сначала о Комби Крайст, потом при певе, это был Мерлин Мэдсон, в предприпеве, блин, я не помню, как он пел, но тоже что-то такое напомнило, я тебе вспомню, потом скажу, либо напишу тебе, ну, давай подумай, я тебе здесь серьезно говорю, мне кажется, если ты знаешь больше, дай мне знать, здесь больше про накаду, да, то есть, ты забрал всю мою боль, дал мне сияющие цепи, все мои сомнения, ты убрал, и переставил их, и поменял их с позором, со стыдом, да, забрал все мои проблемы, да, и сто процентов, затем ты мне поставишь еще более крутой новый сет, я теперь не боюсь, но я тебя теперь не люблю, не люблю я теперь больше тебя, и хотя я знал, что я смогу приехать к чему-то большему, достичь чего-то большего, пока я не достиг гравитации, да, то есть, не пук, пук, да, то есть, я ждал, что я поднимусь выше, но я тут упал внезапно, и что, и все очень плохо, да, и ты не поймаешь меня, никто кроме тебя, да, я очень сильно ошибался, да, и теперь мне плохо, хотя вся моя злость сейчас ушла, это про наркоту, вот я тебе прям клянусь, я чувствую, что это про оно, да, потому что предыдущая песня, фэдап, он злится, говорит, застал мне эта наркота, а здесь как бы ее, что она ему дает, я не знаю, что такое гидроклорид, знаешь, вот что-то химия мне не далась однажды, и все, и наши с ней отношения закончились, любовь не случилась, зато с английским получилось все, поэтому мы сейчас можем читать текст, да, Машон, он пишет свои, да, как бы вот я принимаю наркоту для того, чтобы избежать вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, он прям про себя рассказывает в этой песне, да, то есть вот у него вот есть то, то он от этого бегает с помощью наркоты, может быть бегала раньше, да, может сейчас все хорошо, мы не знаем, может он прошлое свое вспоминает, но shame, позором меня все это, да, то есть позором, знаешь почему, почему я не могу без этого жить, да, почему я боюсь настолько, как бы я не должен бояться, я не должен избегать вот этого, своей жизни с помощью какой-то хрени, я должен сам встречать все это храбро и достойно, но в итоге опять возвращается, я это ненавижу, я ненавижу, I don't love you anymore, он может и про себя в принципе это пить, да, я ненавижу, я тебя ненавижу, он говорит, I hate myself, да, я себя ненавижу, а тут по-другому он к себе, I don't love you anymore, я тебя больше не люблю, ну хотя и не боюсь. Окей, замечательная затурорская песня, следующая песня называется Hell Rap, адский рэп. Hell Rap прям дружный адский рэп. Смотрим замечательный текст. Вообще, как бы, знаешь, мне понравилось вот эти, тут их было немножко, но они как-то прям вообще разбавили, классно, но тема была, знаешь, по одну, музыка была по одному мотиву, и это, конечно, да, привлекает внимание, знаешь, заостряет, это и ты в итоге как по трансам слушаешь, там, он еще таким, знаешь, голосом говорит, знаешь, как будто в транс водит, такой гипнотизер, гипнотизер, ну здорово, я, если честно, мне трудно разобрать эту песню, но я тебе скажу свое предположение, I just wanna kill something, могу что-то, захочу что-то убить, это может быть про, знаешь, типа я хочу зажечь, зажечь во всех этих городах, Оттаве, Праге, Варшаве, потому что я адский рэпер, да, прийти на концерт, и оттянуться, зажечь, да, вот прям дословно, убить вот эти города, чтобы они были, вау, мы в отрыве, потому что я уже слышала где-то такую фразу, что I just wanna kill the beat, I just wanna kill the concert, да, ну, типа я просто хочу убить этот бит, убить концерт, в этом есть что-то, да, адский рэпер приходит, не зажигает концерт, а убивает их, и все-таки мы убиты, просто убиты и в восторге мы пройдем, еще до свидания, вот, на самом деле, знаешь, говорят то, что вот, я слышала где-то фразу, типа, зачем писать страшную музыку, там люди будут ее слушать, и наполняться агрессией, негатив, а я тебе скажу, я тебе скажу по-другому, что человек, вообще, как бы агрессия, негатив, он всегда везде присутствует, да, вот везде, вот не может быть ты вечно счастливый, такой летать, плыть по миру, если ты живешь где-нибудь в горах, в лесах один, да, может быть, и ты злой, в итоге идешь на концерт, и вот эту всю злобу ты выпускаешь, да, на концерте, оторваться, послушать клип гост, послушать песню гостмейна, посмотреть клип гостмейна, да, слить эту злобу, и потом веселый летать по миру, веселый, веселый, прекрасный, да, вот для чего нужна такая тяжелая музыка, такой тяжелый музон, чтобы ты снял стресс, снял стресс, и это очень здорово, да, вот для чего, если будет кто-то говорить такую фразу, типа, зачем, ты говоришь, затем, затем, вот ты не слушаешь такое музло, а вот начни, вдруг ты будешь менее злой, будешь добрый и счастливый, окей. И тут гостмейн написал краткое ASMR, знаешь, ASMR, я знаю, что такое, это когда такие красивые девчулечки, с кошачьими ушками, берут микрофончик, такой побольше, и такие, пш-пш-пш-пш, и ты слышишь их, вот этот ASMR, такие, пш-пш-пш-пш-пш-пш, да, вот этот ASMR, это то, что я знаю, да, но, лично видела такое однажды, вот, антисоциал, социал, мазохистик рейдж, антисоциальный, мазохистический, гнев, жесткий, блядь, я узнала, вот, «Мазохистик рейдж». И ты знаешь, что эта песня очень похожа на Мэнсона. Знаешь, почему? Вот я тебе сейчас скажу матное слово, но оно, знаешь, будет не матное, типа, я мотикнулась, а описание другого я больше не могу сказать. Музыка блядская. Знаешь, такая вот. И текст такой. Не в смысле то, что отстойная, а вот именно пошленькая, да. Вот, знаешь, я не могу сказать, что она пошленькая, она вот именно развратная, да. И мелодия такая, и развратный текстик, да, то есть. И припев такой. Неужели я не был хорошим-хорошим мальчиком? Это вот по той теме, да. То есть ты мне подложила немножечко еды в клеточку, научила меня, как хорошо, как сидеть и хорошо себя вести. Ты сказала мне, лежи свои fingertips. Finger – это палец, tips – это вот это. Гоблинский привод, привет. Лизни, говорит, свои пальцы. А затем ты меня смакнула и назвала меня отстой. Waste – это отстой, но это в хорошем смысле, да. То есть такой антисоушал-мазохистик, да. Что-то мазохистское, пошленькое. Это очень здорово, да, потому что прям Мэнсон… Мэнсон – это такие песни есть здоровские. Прям такие. И клипы-то у него такие. Ах, круто. Очень сильно напомнила. И это очень приятно, да, вот вспомнить, что-то такое. Ассоциации провести. Вот так вот, да. Я не знаю, может быть, эта песня как раз была вдохновлена Мэнсоном. Так это же замечательно, да, то, что вот есть вот такая… Такой айкон. Антихрист-суперстар, как Мэнсон себя называет, да. У него даже есть песня такая. Даже, по-моему, альбом у него есть такой, да, да. И вот вдохновивший… Как бы он уже как бы стареет, да. Мэнс у нас не вечный, да. Появляются молодые таланты, которые, знаешь, вот как бы не продолжают его дело, а открывают по-новому, да. И себя, и ты уже как бы видишь новые краски, да. Это очень здорово. И он ещё пишет, ты мне тут сюрприз маленький добавила в напиток, да. Потом по рожам я стукнула. Либо ты проснулась в панике, либо я проснулся в панике и больше не мог уснуть, да. И эта боль полностью мной завладела. Ну, в общем, песня очень пошлая, да. Мы с тобой будем… Когда будешь слушать эту песню, прям представляй себе самое что-нибудь. Может быть, реально мимохолик песни. Потому что я не верю. Написано одно, а будет уродск тяжёлый. Я говорю, я правильно, я не верю. Написано одно, а будет всё шел второе. Хоть и было немножечко где-то. А, тяжёлый, тяжёленький альбом. Ну, каким он и должен быть, в принципе. Мы такого и ждали. Фух, классно. Вот такие ходы внезапные под тяжелым. Это классно. Вообще, мы просто в камережке побежали, вот этих вот ноточек. На стене, как будто я подобно. Кольно. Вот это. Очень меня напомнило готик. Вот мой готик, любимый стиль. Вот он именно такой, знаешь, вот. В конце обязательно какие-нибудь под тяжёлую гитару. Какие-нибудь ноты определённые, которые наивают настроение, дают тебе мурашки. Give you a creeps, да. Ну, раз уж у нас English. English language, hello. Hello, my London is great. Great capital. Да, и вот это вот пианино вообще особенно здорово. Вот прям, тут больше по готику. Вот прям готик very much. Но я-то тебе расскажу, о чём песня. Вот я её поняла хорошо. Меланхолик. Эта песня очень продуманная, да. Очень так многоэтапная. И я отдам ей особенное внимание. Знаешь, почему? Он говорит, сегодня я понял, как выйти из своей кровати, да. И я понял, что всё ещё застрял в своей голове, да. И здесь вот эта фраза, я застрял в себе в голове, мне досталось думать о себе таким способом. Это называется так, что у него, так сказать, навязчивые мысли, да. То есть вот как бы, знаешь, можно жить весело, сходить себе, вот. Ну, жить, короче, здесь и сейчас, так сказать. Да, вот есть такое, живи здесь и сейчас, живи в настоящем. А можно жить так, что, типа, ты всё время сам с собой говоришь, говоришь, там, не знаю, сам с собой споришь, споришь с кем-то, споришь о чём-то. В общем, в голове постоянно себя живёшь, и это, вот он поёт о таком, да. То есть он постоянно спорит сам с собой, он как-то себя может быть хейтит, да, у себя в голове, там, типа, ты недостаточно хорош, ты должен быть делать так, ты не должен делать так, вот такой вечный должен, 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 да. Если ты что-то должен, это значит, что если ты не сделаешь именно так, ты будешь уничтожен, да, вот именно внутри своей головы. И он устал, он устал и от этого меланхолия, потому что, ну, а как иначе, да, постоянно так за себе жить, постоянно не в стрессе, а под напором, под таким сопрессом, под давлением, да, это тяжко, это тяжко, колодки когда-нибудь выбьет, знаешь, вот когда свет вырубается, вот пробки вырубает, и так же самое, вырубают у тебя пробки от такого напряжения, и ты в меланхолии, и ты в депресснике, и тебе хреново, да, и он, я думаю, я все-таки заслужил быть счастливым, я все-таки заслужил быть в спокойствии, да, я устала от этого всего, да, мне пофиг уже, я что-то должен там был заметить, но мне уже настолько пофиг на все это, что я уже не могу заметить, да. Вот мне нравится эта фраза, the poster child for lack of mental health. Poster child это ребенок, которого усыновили, усыновленный ребенок с отсутствием ментального здоровья, да, то есть вот у меня какие-то эмоциональные проблемы, да, не могу сказать, знаешь, очень прикольно, знаешь, интересный факт, расскажу, есть психические проблемы, есть эмоциональные, вот психические проблемы, они часто идут с рождения, и весь организм, короче, полностью заражен, так сказать, не заражен, болеет весь организм, а эмоциональные проблемы, они часто происходят во время жизни, да, вот депрессия, какая-нибудь паническая атака, это все эмоциональные проблемы, это все лечится, это все здорово, замечательно, да, нашему господину есть шанс, если он все еще так чувствует, может он уже все, замечательно живет без проблем, вот, и у него эмоциональные проблемы, и он пытается их решить, знаешь, вот как мы с тобой слушали фараона, вот он пытался решить какую-то проблему, и с песней песня одно и то же повторялось, вот господин тоже так пытается делать, и очень здорово, да, он поет в интерлюде, уже время идти домой, да, уже время, да, когда я уже смогу покинуть это место, тут можно сделать два варианта, по самому простому пойдем, скажем, ну, ему где-то плохо, он хочет вернуться домой, там, где ему хорошо, там, где ему хорошо живется, там, где он чувствует себя в безопасности, второй вариант будет непростой, а жесткий, когда я могу покинуть это место, это значит реальность, жизнь, додумай сам, suicidal things, привет, да, и вот она, такой вот песня, особенно вот такая эмоциональная, ты можешь им проникнуться, да, ты можешь почувствовать то, что он говорит тебе себе, да, исповедуется, а наша следующая песня называется calamity, calamity это бедствие, это очень бежево, интересно, блин, ты знаешь, вот этот интересный ход, когда, это здорово, это здорово, я такого не слышала, если и слышала, то 100% забыла, но сейчас вот это, это интересно, это очень интересно, то же самое, здесь вот, на самом деле, сложнее, ничего такого, за что, запнуться, запнуться, наступиться, на что наступить, не вижу, да, только понимаешь, тут я заберу твою болезнь, я заберу твою болезнь, никогда этого не хотел, но теперь я на коленях стою, и может быть, это все, и может быть, мои глаза, знаешь, они должны все время плакать, да, все время должны из них слезы литься, и может быть, руки, они созданы для того, чтобы ползти, да, совершенно такая, углушающая, и я могу слышать свое сердцебиение, и я никогда уже не буду прежним, ты знаешь, что, и ты расскажешь интересный факт, знаешь, мне на самом деле, очень здорово, когда сочетаешься эти тексты, сразу вспоминается другая, какие-то новые, знаешь, ассоциации, я думаю, ты и так знаешь, что если ты, короче, возьмешь такой веселый, а сядешь в комнату, где нет совершенно звуков, вот совершенно нет звуков, сначала ты будешь слышать свое сердцебиение, да, а потом, вот именно, золированная комната полностью, вот сурдокамера, вот ты будешь там сидеть, а потом у тебя начнется галюны, вот реальные галюны, потому что мозг, он такой, типа, блин, мне же надо что-то служить, что-то в голове прокручивать, давай-ка я что-нибудь свое придумаю, вот, наш госпейн, он сидит, он на первом этапе этого, он слышит свое сердцебиение, и это, второй этап, это галюны, галлюцинации, да, но он про них уже не поет, наверное, до них не дошел, но фишка одна, то есть, на коломилити, вообще, в этом слове коломилити, оно переводится как бедствие, но в нем есть слово calm, calm это спокойный, да, то есть, какое-то спокойствие и бедствие одновременно, да, то есть, как бы, у меня что-то там горит, а я при твоей спокойной, типа, все, так, может быть, в этом как раз смысл песни, да, то есть, потому что, значит, что-то простое, а потом как, кор, в этом он и хотел сказать, я так думаю. ой, красивая, красивая песня, мне она нравится, песня мне понравилась, хоть она была и длинная, я от нее вообще не устала, ни секунды, она была прям, она, знаешь, как ручеек текла, он прям переплывал, вот, ручеек впал в этот ручеек, потом в другой ручеек, потом в третий ручеек, и ты прям плывешь по нему, и тебе хорошо. Окей. Песня тоже самая, про душевные скитания, знаешь, если так кратко сказать, да, я в себе сомневаюсь, я чувствую себя таким, каким-то смертельным, и кончис, это у нас подозрительным, то есть, я чувствую, что я какой-то, по отношению к себе, я подозрительный, и смертельный настроен, да, и когда ты уехала, когда ты уехала, я чувствую, что будто you found a way to forgive yourself, I hope you found a way to forgive yourself, я надеюсь, ты нашел путь, чтобы простить себя, да, это может быть и про мужчину, и про женщину, да, мы не знаем про кого, я не буду говорить, что про женщину, а может быть и так, то есть, ты уехал, ты ушел, ты ушла, и ты простила себя, а я вот тут пока сижу, да, сижу, пока не прощаю себя, я в себе сомневаюсь, я не спал, с тех пор пока ты ушел, дай будем на он, потому что все-таки я чувствую здесь, что-то, нет, не девушка, не женская, как, знаешь, может быть друг, да, вот почему, ладно, я тебе секрет скажу, почему-то я вот тут вижу слово пип, и мне вот кажется, что это посвящено ему, я могу быть не права, я тебе сразу говорю, это чисто мои предположения, да, хотя твоя сторона кровати холоднеет, все, несостыковочка, про девушку значит, да, я не спала с тех пор, как ты ушла, вообще, да, и, где он там, и все, я в себе сомневаюсь, мне плохо, ты сейчас, идешь ввысь, но ты упадешь, да, ты, как бы, знаешь, как, ты идешь ввысь, но ты падаешь, да, вот фраза я в тебе перевела, and now you're getting high and falling down, да, у тебя и взлеты, и падения, да, ты выглядишь, тебе как будто тебе тяжело, но это все ради покойства, да, неизвестно, что это за песня, кому она посвящена, в чем ее смысл, это надо прям сильно разбирать, это надо заморочиться, с первого взгляда так не поймешь, да, если у тебя есть какие-то предположения, ты мне напиши, мы с тобой послушали целый альбом Anti-Icon, которого мы с тобой ждали, чуть ли не с, чуть ли не с июня месяца, да, да, вот ты мне в июне месяце сказал, что будет такой гостмей, что будет Anti-Icon, и мы с тобой ждали, дождались, теперь мы в восторге, да, какие песни мне понравились здесь, я тебе сразу скажу в фэдап, потому что она прям напомнила все, что только можно, что я люблю, мне понравилась песня АСМР, тоже, здравствуйте, Мерлин Мэнсон, а Falling Down очень хорошая, меланколог, потому что в ней есть какой-то вот смысл, который вот можно разобрать, можно разобрать по кусочкам, все это проанализировать, и потом просто переслушивать уже, перекладывая на себя, да, Эя очень хорошая, прям вот мне Эя зашла, однозначно, и Гидлога Хитрохлорид, вот тут больше, вот тут был комбикрайст, очень сильно, мне комбикрайст нравится, и поэтому я ее тоже отмечу, вообще, альбом Веся, он выполнен вот в одной стилистике, тематике, все очень жестко, да, и присутствуют песни, такие депрессивные наклонности, нет ни одного мажора, ну как бы, нахрена он тут нужен, ему тут не место, а мажор это что-то веселенькое, не надо ему тут делать, не надо, не настолько нужно делать такой винегрет, все, все тексты, да, такие мрачные, где-то суицидальные, где-то вот такие дьявольские, да, антиайкон, это все-таки анти, я антиикона, говорит он, да, я вас научу вот этому, да, ну и такое тоже хорошо, знаете, такое тоже нехорошо, послушать, да, у меня сейчас же время веселой песенки слушать, ну как-то неприкольно, да, вот такой вот, я тебе уже говорила, что сейчас мне нравится одно, потом мне будет нравиться другое, так что я тебе еще потом напишу, скажу, какая песня мне потом ввелилась в голову, но Fallen Down хорошая, Fallen Down хорошая, она вот оставила у меня какой-то отпечаток, сейчас она у меня в голове играет, и вот что-то в ней есть, что-то, за что можно зацепиться, окей, альбом был здоровский, да, мы с тобой почитали текст, мы с тобой поняли, да, без текста, может быть, без смысла, было бы не то, но, но мы с тобой прочитали, и теперь я жду от тебя, какие у тебя впечатления по этому альбому, если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях все, что мы с тобой уже здесь обсудили, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok